Башкортостан 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 на добрые дела. Бальная система, она не оценивается, потому что тут нет измерения вот этих вот всех ценностей моральных, да. Поэтому обычно выход у нас оценка, это сама оценка является, оценка учителя, хорошо, плохо, понравилось, не понравилось, молодец. Ну и, наверное, взаимооценка. То есть они оценивают друг друга. Они рассуждают, они говорят, где хорошо, где плохо, где прав, не прав. Мнениями своими делятся, а потом они все-таки должны прийти к единому мнению. Мы и стараемся прийти к единому мнению. Потому что курс как раз на это и рассчитан. Отдельно изучать какие-то эти модули, то дети будут как-то однобоко относиться ко всему. А мы-то должны учиться жить в многоконфессиональной стране. Поэтому, наверное, и выбирают именно основы светской этики. Ведь Россия же не создает из одного народа, а из разных. Их численность очень большая, и поэтому мы на уроке светской этики мы проходим и учимся вести себя. Здесь дети знакомятся с традициями России, традициями народов России, с этическими ценностями. И мы стараемся в них воспитать, и это прописано в учебнике, есть нравственные ценности, патриотические воспитания. Так как это новый предмет, и от нас требуют тоже, наверное, подготовки хорошие. Для того, чтобы объяснять детям, нужно еще понимать само и осознавать это. Кто такой должен быть педагог в школе, который должен преподавать культуру, религии? Он должен быть высоконравственным человеком, высокодуховным. Те педагоги, которые дают обучение в школах, аттестуются только в Министерстве образования, как педагог, как в проведении курсов. А в духовных учреждениях эта аттестация не проходит. Мое предложение, во-первых, ввести это обучение в более старших классах. Ввестись должно обязательно аттестованными или в РПЦ, или в муфтиатах, непосредственно духовными людьми. Вообще, духовные ценности должны воспитываться в семье. У Макаревича есть хорошая суфийская песня. «Перекресток, семьи и дорог, вот и я». То есть, когда человек начинает понимать в этом пространстве, где он находится, то есть, вот это «я» свое, а «я» надо взять всегда с большой буквы, то есть, от первого лица, то есть, вот Всевышний. Вот это зерна духовности, которой сейчас как раз не хватает в нашем мире. Сегодня, к сожалению, общество бездуховно, совершенно бездуховно.